Объясните, пожалуйста, как так получилось, что сборная Греции, набранная Александром Македонским из гражданам Полисов, имеющих причины очень сильно и взаимно не любить друг друга, так запросто вынесла империю Ахеменидов? Так ничего особенного, во-первых, сборную эту собрал не Александр Македонский, а его папа Филипп, начнём с этого, т.е. к Александру Македонскому они уже некоторое время провели вместе в горячей дружбе, это во-первых. Во-вторых, конечно, граждане греческих Полисов друг друга не шибко не любили, но при этом персов они совокупно не любили гораздо сильнее, это во-вторых. Почему так получилось, что они вот это так вынесли? Ну потому что империя Ахеменидов к 4 веку, к походам Александра Македонского, переживала очень сильно не лучшие времена, в своё время она начала со зверской скоростью расширяться, её экспансия в широком смысле началась в 550 году до н.э. с захвата Мидии, потом они захватили вообще всё, что только видели, вплоть до Египта, положив конец правлению в 28 династии. А к пятому уже веку всё там было не шибко просто. Во-первых, тех, кого они завоевали, не шибко их любили, и по они постоянно пытались отложиться. В частности, Вавилону это вполне удалось. Вавилон пришлось обратно присоединять насильно при помощи войсковой операции, причём довольно длинной, его присоединили, после чего пришлось упразднять все автономии вообще, включая Сирию и, собственно, Вавилон и так далее, делать из них сатрапии, куда уже без всякой автономии сажались наместники непосредственно, хименицки. Они же сатрапы. Они же, конечно, сатрапы. Слово ругательного оттенка тогда не было. Нет, это просто генерал-губернатор, вот и всё, назначаемый сверху. Естественно, это, опять же, не вызвало горячей любви к персам, вызвало ответное сопротивление, и в 405 году, если не ошибаюсь, а я, кажется, не ошибаюсь, от Персии отварился и, например, Египет. Таким образом, Персидская империя лишилась очень важного источника еды, т.е. хлеба, а в Египте отварилась 29-я династия фараонов после этого. Ну и когда Александр Македонский собрал с ними воевать, вот буквально накануне, за довольно представительное время, но тем не менее, у них была гражданская война уже к тому времени, они отличненько по династическим соображениям друг друга резали, вот там Кира-младшего победили и убили в итоге. Ну, в общем, империя Дарья Третьего была чрезвычайно рыхлым образованием, которое держалось исключительно, ну конечно, на авторитете самого Дарья Третьего и его, так сказать, божественной сущности, некоторым образом. А если бы вдруг она потерпела какое-то военное поражение, то вот все, кто был вокруг, они немедленно побежали помогать тем, кто это поражение нанёс. Что и произошло. Это во-первых. А, уже во-вторых получается, да? В-третьих. Позвольте вклиниться. То есть, абсолютно разумно, как обычно, предположить, что они внутри грызлись. Александр Филиппович. Александр Филиппович. Кто не знает, это было... Филиппович, скажи им. Филиппович, скажи им. Так вот, Филиппович, он же набрал только в начале сборную только из греческих полюсов, потом у него кого-то только не воевало. Это просто караул. Какое количество народов, которые ранее входили в империю Ахименидов, воевало. Ну, если такой удачливый конунг, не воевать-то вместе с ним. Конечно. Там была сборная, фактически, Малой Азии. Греции и Малой Азии. И, в-третьих, у Александра Македонского и у Объединённой Греции в тот момент не было никаких врагов, кроме Персии. Они могли все свои усилия сосредоточить конкретно на Персии. Потому, что с кем он был воевать ещё? С кем? С фракейцами? Нет. Они уже были, вроде как, свои. Рим в это время ещё не возросся настолько, что нужно было с ним воевать. Ну, оставались персы, стали воевать с персами. При этом нужно понимать, что завоевание – это было очень стремительное и, я бы сказал, одномоментное, а значит, не могло быть долговечным. Потому что вспомните, что случилось с империей Александра Филипповича, македонского великого. Как только он помер, она тут же прекратила своё существование. Потому что тут же его диадохи, т.е. последователи передрались друг с другом, организовав на радость нам эпоху эллинизма и войны диадохов. Вот от Египта буквально до Мидии они все до друга резали непрерывно в течение поколения, как минимум. Академия. Академия.